Всем привет, с вами Павел Косенко и сегодня я хочу поговорить о такой, казалось бы, простой штуке, как выставление баланса белого. Штука-то это действительно простая, но почему-то у многих людей вызывает много сложностей. И с этим связано большое количество стереотипов и заблуждений. Данный мини-урок ориентирован в первую очередь на самых начинающих колористов, потому что опытные, конечно же, с этим совсем давно уже разобрались. Также этот урок может быть полезен фотографам, потому что выставление баланса белого это задача для любого изображения, неважно фото или видео. Собственно, баланс белого при работе с изображением в разных программах выставляется с помощью параметров температура и тинт. Температура регулирует то, насколько картинка будет теплой или холодной, тинт то, насколько она будет красной или зеленой. То есть первый параметр регулирует по желто-синей компоненте, второй по красно-зеленой. В том или ином виде эти параметры присутствуют в разных программах, будь то Final Cut, Adobe Premiere, DaVinci Result, или же программа для работы с фотографией, Lightroom, RPP и так далее, и так далее. Я не буду углубляться в теорию и рассказывать о том, что такое баланс белого. Сразу перейдем к практике. Итак, перед нами есть некоторая сцена, которую мы будем с вами снимать. Эта сцена, как правило, характеризуется набором цветов, большим набором цветов. Здесь есть и теплые оттенки, и холодные оттенки, и есть определенные нейтральные области, естественным образом. Так вот, когда мы с вами эту сцену освещаем каким-то источником света, то в зависимости от того, какая цветовая температура у источника света, наша сцена приобретает какой-то оттенок. Если мы светим на нее желтым светом, то все наши цвета станут немножечко желтыми, в том числе и нейтральные. Если мы светим голубыми оттенками, холодными, то и, соответственно, все цвета сцены также приобретут этот самый холодноватый оттенок сторонний. Но дело в том, что при восприятии этой сцены глазом, наша система глаз-мозг этот оттенок автоматически вычитает. То есть так устроено восприятие человека. При каком бы свете мы не смотрели на нашу сцену, мы все равно будем видеть ее так, что нейтральные области будут более-менее нейтральными, а общий баланс цветов будет более-менее уравновешенным. То есть картинка не будет откровенно теплой или откровенно холодной. Но, к сожалению, техника такими способностями не обладает. Поэтому, когда мы регистрируем изображение на пленку или на цифровую камеру, то нам необходимо согласовать световую температуру источника и нашего регистрирующего элемента. В случае пленки используются специальные эмульсии, которые рассчитаны на съемку при определенных условиях освещения. В данном случае перед нами пленка Daylight типа, которая рассчитана на температуру источника около 5600 кельвинов. То есть на съемку в дневное время без ярко выраженного солнца, как правило в облачную погоду. Если бы мы снимали при желтом свете, при специальном павильонном или же на закате, то лучше использовать соответствующую пленку специально сбалансированную под данную цветовую температуру. Это будет так называемая пленка Tungsten. Если же по каким-то причинам цветовая температура источника и регистрирующего элемента не согласованы, то нам придется использовать специальные конверсионные фильтры или же приводить баланс белого непосредственно при обработке изображения. Причем как при аналоговой, так и при цифровой. Когда мы работаем с пленкой, то приведение баланса белого происходит при печати. Если мы печатаем на бумагу, то используются увеличители. Перед нами два увеличителя. Слева тот, который ориентирован на печать черно-белых фотографий, а справа специально для печати цветных фотографий. Как вы видите, у него есть три светофильтра, желтый, красный и синий, с помощью которых мы можем окрашивать свет, которым экспонируем пленку. И таким образом влиять на баланс белого. Когда происходит печать с пленки на пленку в кинопроизводстве, там немножечко другое оборудование используется, но принципы те же самые. Еще один нюанс. Дело в том, что в реальной жизни температуры источника освещения не бывают ровно 5600 Кельвинов для пленки Daylight, например. Она всегда будет немного колебаться. И пленка Daylight, она вполне хорошо справляется с условиями освещения в пределах примерно от 5000 до 6500 Кельвинов. То есть в реальной жизни нам все равно потом придется при обработке баланс белого в некоторой степени скорректировать. Чисто технически, конечно, если это потребуется. На что мы будем ориентироваться при выставлении баланса белого? Как правило, на нейтральные цвета. Белые, черные и промежуточные оттенки серого. Правильный баланс белого предусматривает такие настройки, при которых эти нейтральные цвета у нас остаются более или менее нейтральными. Давайте посмотрим на конкретном примере. Вот эта сцена снята с определенным освещением, и в этой сцене есть Color Checker, по которому мы можем выставить баланс белого правильно. Правильно в кавычках. Все-таки у меня язык не поворачивается использовать это слово в прямом смысле, хотя, наверное, это можно делать. На этом Color Checker есть плашки, которые имеют нейтральный цвет. Одна из них, например, вот которая здесь указана, имеет цвет 181, 181, 180 в координатах RGB. То есть это практически идеальный серый цвет. Таким образом, баланс белого в этой сцене можно считать выставленным правильно. Но когда я смотрю на лицо этой прекрасной девушки, я вижу, что оно слишком желтое. Настолько, что у меня уже возникают вопросы к тому, здоровый ли это цвет кожи. Для того, чтобы эта сцена воспринималась более естественно, я бы хотел охладить баланс белого, то есть увести его в сторону голубого. И вот теперь лицо и цвет кожи намного более приятны. И обратите внимание, как было, это правильный баланс белого. И как стало. Я охладил баланс белого, и он стал как бы неправильным, потому что та же самая нейтральная плашка перестала быть нейтральной. И все остальные нейтральные тоже перестали быть нейтральными. Но лицо воспринимается более естественно. Оно не такое желтое. Оно уже начинает у нас становиться загорелым, а не болезненным. Лучше выглядит цвет блузки. Смотрите, она была тоже слишком желтая. То есть ощущался явный сторонний оттенок. Здесь его уже нет. Лучше разделились цвета на заднем плане. Смотрите, было все желто-красное, появились розовые оттенки, даже какие-то нейтральные вот на заднем плане. То есть этот вот неправильный, опять-таки в кавычках, баланс белого, тем не менее, гораздо более естественно для восприятия человека. Давайте посмотрим, что происходит в кино с балансом белого. Я взял несколько шотов из известных фильмов и хочу вам продемонстрировать, как авторы работали с балансом белого. Мне нравится это изображение, но если вы обратите внимание, оно имеет явный теплый оттенок. То есть баланс белого здесь не сбалансирован. Смотрите на рубашку, она явно желтая. Если мы выровняем баланс белого, сделаем его как бы правильным, мы получим вот такое изображение. Тоже неплохое, но авторы, тем не менее, сделали именно вот такой баланс белого. Она сознательно неправильный, потому что это соответствовало их творческой задумке. Давайте посмотрим еще пару примеров. Матрица. Наша классическая зеленая матрица. Ну, конечно же, баланс белого здесь выставлен неправильно. Это видно, опять-таки, по рубашке Смита. Если мы сделаем ее нейтральной, а не зеленой, как она у нас есть в оригинале, то мы получим вот такой баланс белого. И это тоже имеет право на существование, но не соответствует авторской задумке. Авторы делают баланс белого таким, каким считают нужным. И он может быть на самом деле любым, зеленым, красным, синим, в любую сторону может произойти смещение. Потому что как бы не существует никакого правильного, опять-таки, в кавычках, баланса белого. Мы определяем баланс белого в соответствии с творческой задумкой и в соответствии с нашей задачей. Еще один пример – это «Амели». Очень желто-тепло-красный фильм, которым мы тоже могли бы сделать «правильный» баланс белого и получили бы, ну, честно говоря, некоторую, в кавычках, ерунду, которая, опять-таки, не соответствует задумке авторов. Как же мы будем выставлять баланс белого в реальной жизни? Давайте рассмотрим пример. Перед нами вот такой вот небольшой шот, снятый в Японии, деревенская зарисовка на закате. В какой момент мы будем выставлять баланс белого? Нередко приходится сталкиваться с советом выставлять баланс белого на начальном этапе первичной коррекции изображения, когда изображение технически расшифровывается, если это лог или если это RAW файл, и приводится к какому-то более или менее усредненному виду, а уже после этого мы творчески можем его разбалансировать в соответствии с нашей задачей, выбирая определенный лук. Давайте попробуем так сделать. Перед нами F-log с камеры Fuji. Поэтому давайте его для начала расшифруем и применим к нему лут соответствующий. Мы получили чуть более естественное изображение, но оно по-прежнему слишком светлое, поэтому нам необходимо поработать с его контрастом, сделать его темнее, контрастнее, по моей задумке. Ну, например, вот так вот. И теперь действительно видно, что баланс белого можно каким-то образом сместить, сделать его более, например, холодным, потому что, на мой взгляд, здесь слишком явный теплый оттенок. Поэтому я бы каким-то вот таким вот образом баланс белого сместил. На что я ориентируюсь? Я ориентируюсь просто на общий баланс цветов. То есть я хочу, чтобы в небе у меня появились холодные оттенки, а внизу в траве остались теплые оттенки. Окей, мы сделали некоторую первичную техническую коррекцию изображения. Теперь будем накидывать на него лук. Давайте создадим отдельную ноду и поместим в нее лут какой-нибудь творческий. Например, вот в Film Lux у нас есть пленку печатную, например, мы поместим. Мы получили гораздо более контрастное изображение, потому что, естественно, лут, тем более лут-принт пленки, он, конечно, будет контрастным. То есть нам надо заново перестраивать контраст этой сцены, возвращаемся в первую ноду, опять делаем темнее, немножечко возвращаем тени. Ну, в общем, здесь нужно повозиться с этим изображением, да, для того, чтобы оно приобрело более-менее нормальный вид. И после этого мы уже можем вернуться к балансу белого. И теперь я вижу, что он слишком холодный. То есть я хотел бы его все-таки немножечко вернуть обратно, чуть потеплее и, наверное, чуть-чуть добавить красного. Вот такой баланс белого, наверное, был бы более естественным. Но смотрите, сколько мы сделали лишних телодвижений. Мы настроили баланс белого, контраст, потом перешли к другой ноде, создали лук, вернулись в первую и снова перенастроили баланс белого и контраст. Я считаю, что такой подход к работе с баланс белого не оправдан. Лучше идти в обратной последовательности. Давайте я все удалю и начну заново. Итак, перед нами F-Log. Я рекомендую всегда начинать с лука. То есть с самой последней ноды. Придавать изображению какой-то вид и уже потом настраивать этот вид. В том числе и контраст, в том числе и баланс белого. В качестве лука я, конечно же, буду использовать Dehancer, мой любимый. Я устанавливаю эту ноду. Теперь я указываю источник. Это у нас камера Fujifilm X-T3. F-Log. То есть я расшифровал изображение. И давайте я ему придам определенный лук. По умолчанию стоит пленка Kodak Vision 3 250D. Она не очень предназначена для этого освещения. Давайте воспользуемся чем-то более японским. Ну, например, Fuji. Fuji 100, я думаю, неплохо эта пленка здесь сработает. Уже сейчас видно, что баланс белого слишком теплый. Но я не спешу его настраивать, потому что я еще не настроил контраст. Давайте мы сделаем это изображение более контрастным. Чуть-чуть, наверное, более светлым. Раз уж мы работаем с пленочным луком, сразу же имеет смысл воспользоваться виньеткой. Виньетка у нас также определяет контрастные характеристики пленки. В данном случае я, пожалуй, чуть-чуть смещу центр виньетки вниз. Видите? Для того, чтобы чуть притемнить небо и сместить центр внимания в сторону нашего главного героя. Теперь я вижу, что изображение можно сделать еще более контрастным. Например, за счет белой точки. Я не очень люблю, честно говоря, яркие белые точки в кинематографическом изображении. Но иногда в некоторой степени можно ее повысить. И, наверное, сделаю его более контрастным. Это изображение. Скажем так, по контрасту меня оно более-менее устраивает. И вот теперь, когда я настроил лук изображения, выбрал для него пленку, включил виньетку, которая влияет на контраст, настроил контраст, экспозицию. Вот теперь уже можно перейти к балансу белого в предыдущую ноду. Как правило, я это делаю в отдельной ноде. И здесь уже я вижу, что баланс белого слишком теплый. То есть я хотел бы его сделать чуть более холодным и, наверное, чуть более красным. Слишком много зеленого здесь. Вот. Пожалуй, в таком варианте вот был баланс белого и стал баланс белого. Мне он нравится больше. То есть я сохранил ощущение теплого летнего вечера, но при этом я добавил воздушные перспективы. Я отдалил гору на задний план. Когда у нас все с одним слишком теплым оттенком, то все воспринимается схлопнуто в пространстве. Понятно, что в реальной жизни я бы продолжил работу с этим изображением. Я бы притемнил, наверное, дополнительно отдельно небо еще. Или же, например, поработал с параметрами виньетки. Уменьшил бы экспозицию. Может быть, я бы здесь отдельно поработал с насыщенностью. Это у нас в группе параметров print находится. Но сейчас я не буду этого делать, потому что задача данного видео – это разговор о балансе белого. Выводы очень простые. Первое. Баланс белого может быть абсолютно любым, таким, каким вы считаете нужным. Второе. Выставление баланса белого – процесс творческий. Поэтому я рекомендую не использовать для этого колор-чекеры, цветовые таблицы и так далее. Третье. При выставлении баланса белого мы можем ориентироваться на нейтральные объекты, но всегда нужно помнить, что баланс белого – это творческий процесс. Поэтому объекты не обязательно должны быть нейтральными. Четвертое. При съемке чисто технически, конечно, лучше согласовывать цветовую температуру источника и нашего носителя. Если мы снимаем на пленку, то нужно подбирать соответствующую пленку или фильтры. Если мы снимаем на цифру, то зависит от того, в какой формат мы снимаем. При съемке в формате RAW баланс белого, как правило, устанавливается уже на этапе обработки. Если же мы снимаем в другие форматы, то баланс белого также имеет смысл настроить на камеры, если она позволяет это делать. Все сказанное не является истиной в последней инстанции. Это мое мнение и мой взгляд на работу с балансом белого. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока!